Здравствуйте! Я Денис Вязников, генеральный продюсер студии Игрового Кинокраска. В это непростое время самоизоляции, когда детей снимать не получается, потому что все сидят по домам. Папа, а я не ребенок что ли? Почему меня не снимаешь? Доча, ты все занят. Вот так всегда, всех снимать у меня нет. Мама, мама, скажи ему, он опять меня снимать не хочет? Да толку-то ему говорить. Да почему не хочу, я буду снимать. Ага, и меня все обещал, обещал. Ты-то куда? Куда тебе дошли к такому жлобу в детское кино? Ага, может подумать, он сразу таким стал. Ай, вырасту, и я сниму. Ну, погуляйте часок, погода хорошая. Начнем. Собственно, о чем будет видео? Идея родилась из ваших многочисленных вопросов, на которые я всегда отвечал односложно. Как снимать хорошее видео, чтобы его смотрели? Это сложный вопрос. Так и знал, скрывает свои секреты. Как набрать 100 тысяч подписчиков на ютубе? Ну, так запросто и не ответишь. Ну, да. Так он мне и рассказал. Как придумать хорошую идею для видео? Если честно, я не знаю. Не, ну, трудно ответить, что ли? И вот я подумал. Ну, правда. Что, мне трудно, что ли? Не трудно же десяткам или даже сотням блогеров на ютубе давать мудрые советы начинающим. Вот и я не буду отставать. Поехали. Совет номер один. Как придумать идею? А это не так-то просто. Надо сначала разобраться. Что смотрят люди? Что популярно? Что в трендах? Поди же не дураки, все это наснимали. Знают хороняки, что народу интересно. Прямо сейчас берите компьютер, планшет, смартфон и смотрите. Час, два, три. Сколько сможете? И желательно не отвлекаться. Смотрите за завтраком, за обедом, за ужином, в ванной, в туалете, в школе на перемене. Можно даже на уроке без звука. Субтитры же есть. Обязательно смотрите, когда идете куда-нибудь. Эти, как там, дурацкие прохожие, сами вас обойдут. Впитывайте, как губка. Что это там на стриме? Что тот там на пранкал? А этот какой классный обзор запилил? А тот запилил обзор на его обзор. Красавчик! Слов нету, ни слюни, ни слюни. Все. Наполняйтесь смыслом. Думайте, как они. Говорите, как они. Одевайтесь, как они. Конечно, не сразу, но озарение придет. И вот тут есть два варианта. Либо что-то придумайте, либо продолжите дальше смотреть. Тут как повезет. Завителю. Совет номер два. Как писать сценарий. Ну, во-первых, не загоняйте себя в угол. Если вам лень напрягаться, писать, потом, не дай бог, еще переписывать, вообще не пишите. Выберите тему, в которой вы разбираетесь. Ну, в которой вам более-менее понятно. Да, любую, которая понравилась. Включайте камеру и начинайте на эту тему рассуждать. Во-вторых, и это очень важный момент, никогда не сомневайтесь в своей экспертности. Это домоклов меч, который покромсает вам всю карьеру успешного блогера. Закон ютуба не приложен. И он гласит, каким бы тупым ни был блогер, найдутся еще более тупые зрители. Залайкают, напишут длиннющие комментарии и вознесут вас на волне всенародной любви. Совет номер три. На что снимать? И это очень важный вопрос. Заметили, как выросло качество контента в последнее время? И еще бы. И это далеко не предел. Значит, прямо сейчас берите и записывайте, что вам понадобится на первом этапе. Видеокамера Sony Blackmagic с набором оптики. Ну, чтоб там полный фарш. Профессиональное световое оборудование. Кинофлоу штуки 4, додолайты, набор фильтров. Дорого? А как вы хотели? Вы же творите искусство, собираетесь. Бегите. Конючьте, требуйте. Умоляйте, угрожайте. Добейтесь, чтобы родители машину продали. Или кредит взяли. Но чтобы вот эту немалочку вам обеспечить. Потом, ко второму-третьему видео, можно и кран прикупить. Сидикам, квадрокоптик. А если паритесь, как всем этим пользоваться, ну что, мне вас учить что ли? Забивайте в поиски на вашем любимом YouTube. И вот они, лайфхаки. Все покажут, все расскажут. Всему научат быстро и бесплатно. Совет номер 4. Как монтировать? Странный, дилетантский вопрос. На дворе на минуточку. 21-й бегущий в припрыжку век. Динамика, динамика и еще раз динамика. Кадры должны сменять друг друга с нереальной, космической скоростью. И не дай бог зрителю наскучит какой-либо кадр. Он же рукой-владыкой подтянется к мышке, пальцем судьбы нажмет кнопку, и у вас ни просмотров, ни подписчиков. Поэтому режьте, кромсайте, побольше всяких вставок, громких звуков. Как научиться правильно монтировать? Ну? Ну? Я же уже рассказывал. Не буду повторяться. Совет номер 5. Как правильно стримить? Ну, понятное дело, не спеша. У вас же полно свободного времени. Вот. У ваших зрителей тоже. Уроки все сделаны. Поэтому почему бы не послушать умного человека? Тему стрима выбрать желательно. Ну, совсем не обязательно. Вы же все равно будете отвлекаться на рассказы о том, как ехать сегодня в автобусе. Или как долго выбирали футболку для сегодняшнего эфира. Или где вы этот футболку купили. В общем, помните главное. У зрителей вы где-то там фоном балаболите. Поэтому достаточно время от времени произносить какие-то знакомые вашей целевой аудитории слова. И полтора-два часа прямого эфира с хорошим количеством зрителей вам обеспечены. Совет номер шесть. Как добиться, чтобы было много просмотров. Ну, если вы внимательно слушали все предыдущие рекомендации и будете неукоснительно им следовать, то успех у зрителей это просто дело времени. И не слушайте вы этих ближайших стариков. Мол, скоро все станут блогерами. Все будут только видосы снимать и выкладывать. А смотреть их будет некому. Да как это некому? Сами будем друг друга смотреть. Друг друга рекламировать. Друг другу мяч продавать. Короче, блогер блогеру CTR не испортит. И не надо кошмарить нас с этими предсказаниями. Идите поле чудес смотреть. А если серьезно, то давайте сейчас посмотрим вот на эту красивую чашку, которая с самого начала видео украшала кадр. Я абсолютно убежден, если внутри пусто, то эта красивая булочка ничего не стоит. Но это мое сугубо личное мнение. А сейчас можете выключать видео. Насчет настоящей спукота. Читайте хорошие книжки. Смотрите хорошие фильмы. Учитесь. Стремитесь стать профессионалами своего дела. Перекладывая к этому достаточно много усилий. Наполняйте свою чашку. Ну а потом, почему бы не поделиться с содержимым? Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok